здравствуйте друзья кто сказал что тема любви вечная она каша вечно но это не единственная вечная тема вот я потихоньку убеждаюсь что тема иммиграции такая же вечная миграции иммиграции вот не было границ государств когда-то таких защищенных была какая-то миграция люди ехали туда ехали сюда ехали никто у них паспорта не спрашивал а сейчас спрашивают и к чему я все клоню к тому что в рамках вечной темы как мне отсюда выбраться в такое место где жить хорошо письмо молодой человек из минска ему 17 лет он учится что вы себе думаете он учится в техникуме на тестировщиков эти можно сказать родной человек да так вот учиться в техникуме на тестировщика это характерная белорусская профессия там полстраны тестировщиков вот их уже и в институтах и в техникумах обучают и максим самостоятельно помимо техникума изучает языки программирования он там очень так занятно пишет что вот он хорошо учится потому что у него по математике и программированию у него 8 из 10 а по остальным 6 и 7 я хочу сказать если ты уже хочешь эмигрировать о чем тебе не учиться на десятки то по всем предметам вот я это вообще понять не могу что что это за вызов такой времени чтобы учиться на все десятки ну хорошо но 9 10 ну ну что это я учусь хорошо у меня там тройки по некоторым а вот по основным предметам даже четверки вот действительно мне честно странно я как-то вот думаю надо человек искренне думает что он хорошо учится а при том что учится он средненько и ниже средненького ну хорошо значит и вот он не видит перспектив особых я хочу сказать что если в америке ты будешь вот так учиться то и тебе и тут перспектив особых нету потому что есть люди которые хорошо учатся которые пашут которые вкалывают и и рвутся в бой наш и не говорят что я хорошо учусь там надо троечки на четверке значит это так слову и он думает вот может быть бизнес но не там ну вот не у себя в стране бизнес потому что там его обидят там как-нибудь понятно что там бизнес не такой бизнес хорошо ладно и вот вопрос у него как жить как построить свою жизнь потому что он вроде бы правильные вещи все делаю то есть он учится на более-менее адекватную такую профессию которая имеет ну можно сказать конвертировать международно это хорошо он самостоятельно учит английский тоже не только программирование но и английский и это тоже классно но он хочет как можно скорее сняться вот и куда-то там поехать за границу но дело в том что при всем при том что есть много программ всевозможных которые позволяют человеку сразу после школы куда-то поехать денег у него естественно нет но если ты хочешь соответствовать требованиям этих программ которые позволяют тебе после школы поехать учиться в иностранный университет и так далее то во первых надо знать но сесть потратить время там на интернете есть есть источники вот форм говорим проезд можете начать с него там есть люди которые в курсе и там много тем на эту тему но по всяком случае надо узнать какие есть программы и соответствовать требованиям пройти невозможно поехать за границу там в университет я уже не говорю в хорошие но хоть в какой-то если у тебя по ведущим предметам там у тебя четверочка а по большинству троечка 67 тогда 8 из 10 у него там профилирующим предметов а куда же тебя возьмут при то что есть такие программы они действительно есть поэтому надо к себе требование предъявлять серьезно то есть надо не говорить вот у меня нет возможностей хотя я в целом неплохой я вот очень даже ничего там вот на четверочке кое-где даже большинство конечно троечки но вот я бы хотел ты начни с того чтобы дать чего-то миру начни с того чтобы к себе предъявить требованиям высокие изучай пошли как пчела скажи себя я пока там не будут все пятерки не успокоить давайте поэтому тут уже даже не столько от страны зависит в любой стране абсолютно нужно предъявлять себе высокие требования можно закончить американский университет но если закончить его на вот 8 из 10 и там обоих а в основном 6 и 7 тебе не светит ничего я не знаю может какой бизнес может там делать день за там пасти ружки какие-нибудь автоматы с пасти ружками или там я даже не знаю там булочную может какой но чтобы вот так заниматься технологиями инженерным делом чем-то что требует высшего образования я я с трудом себе представляю как это вот так то есть пока молодой не мог а что что дальше ты будешь легче легче молодому поделки то что ты сейчас 17 лет можно сделать ты не сможешь 27 кое кое чего из того что можешь 17 20 ты уже не сможешь а в 37 тоже не сможешь почти ничего из того что можешь 17 поэтому это время как бы серьезных инвестиций это время когда ты можешь создать такую базу платформу с которой потом стартарешь хорошо а можешь и не создать можешь сказать на чё я же неплохо все вот у меня все неплохо четверки хотя в основном к и стройке вот я в порядке мне бы за границу попасть и бизнес там какой-то вот только я не знаю мне сразу после школы значит за границу или вот все-таки дома там поучиться и денег нет я бы сказал конечно что если денег нет если тебя на программы там никакие не берут и ты там не соответствуешь и так далее но учись дома почему чем плохо учиться дома учи английский учи программирование поступил в университет на компьютер сайт но только паши ну скажите я должен быть там там топ топ 5 процент ну ну хотя бы 10 знаете и пока пока учишься в университете там курс со второго например начинает подрабатывать только по профессии подрабатывать не пиццу возить и там не флайеры на улице раздавать а вот профессионально что-то делал я тестирую программирую лучше программирую чем тестирую если можешь если ты в состоянии там как бы если ты рвешься куда-то делай то что сложно так что я бы так сказал то есть в первую очередь начать надо с того чтобы учиться хорошо ничто абсолютно ничто кроме собственного отношения к делу не мешает максиму быть абсолютно круглым отличником не что нет ничего такого в программе никакого техникума на свете чтобы нельзя было учиться там на все пятерки если ты цели такие ставишь если ты рвешься в бой и так далее а спустя рукава очистить черт ничем хорошим не кончится таким ярким светлым замечательно так серенькой будет вот если хочешь яркого давай прямо сейчас и начинай и живи ярко и делай все ярко и не позволяй себе в сереньком в блекленьком в никаком я не знаю я может быть наехал там слишком на него я не знаю я учился в институте связи и у меня за пять лет ни одной четверки не было я вам вообще я был круглый отличник такой и я не могу сказать что меня как-то это сильно напрягало что там напрягать даже вот эти общественные дисциплины и какой кошмар выдать там этот марсистская ленинская философия история кпсс если вы знаете как кпсс может быть уже такие счастливые что даже не знает научный коммунизм все это бредятину ну так сел и выучил но понимаешь но в конце концов это же не больше чем сел и выучил не нужно мозгов много нужно отношение к делу такое что сел и выучил вот и все сел и разобрался больше времени потратил больше времени это же не случайно люди бедные с не случайно у них денег нет это же это же все запрограммировано я так я так считаю ладно в общем максим послушай чё я говорю и может быть два раза послушай и может быть до тебя дойдет то что я хотел сказать потому что я на самом деле не не ругаюсь на тебя а я пытаюсь тебя немножко разбудить если бы я там хотел ругаться вообще бы к разговаривать не стал но мне мне просто обидно что как бы парень молодой может много и вдруг он к себе такие требования страны предъявляет с которыми много не получится хочешь много значит делай много вот и 17 лет это не такой возраст когда ты должен себя там сильно щадить там были я не знаю там не отдохнул человек между еще не ты еще не пить не не пить не перетрудился тебе сильно-то отваливать занимайся вот и вот и все я не знаю людей которые были бы не способны допустим там учиться учиться на там не знаю сплошные пятерки в технику нет таких людей в смысле настроения отношения конечно может быть но но так чтобы способностей не было такого нет это может произойти там не за не за месяц может семестр займет но но тем не менее и сам увидишь как это просто все или смеяться будешь над тем как тут 8 из 10 тебе казалось что это там хороший результат ладно значит максиму успехов и всем кто таком же положении молодых молодым ребятам всем тоже больших успехов и чтобы старались и и пахали как пчелки и чтобы в результат хороший получать вот вот за это и мой тост счастлива